так и теперь я хочу проверить демонстрацию экрана начать транслировать экран начать транслировать экран как я хочу в режиме чата сейчас сделать так как видно напишите пожалуйста как видно экран я включила видно видно ли экран слышно ли меня здесь кто telegram первый раз подключился если мы нажимаем на спикера спикер будет на большом экране если мы нажимаем на презентацию то презентация будет во весь экран как вам удобнее видно ли меня и видно ли как раз вот слайды поставьте пожалуйста десяточку если видно и меня и демонстрация экрана тоже для вас видно и начнем у меня все слайды прогрузились и медленно не будет потому что почему-то именно в pdf формате у меня немножко все тормозило все отлично огромная вам благодарность что вы активные это мне прям в помощь потому что не видишь что и как происходит давайте познакомиться меня зовут татьяна чиндиасова сегодня мы с вами поговорим как зарабатывать из любой точки мира и какие есть вообще варианты возможности как сейчас можно зарабатывать немножко себе мама четверых детей три сыночка и лапочка дочка по образованию я сама инженер-технолог но по профессии абсолютно не работал только практику проходила так как у меня из можно сказать в наемной работе я была только в студенческие годы а уже когда появились первые дети я поняла что найм для меня совсем противопоказан потому что бабушки дедушки у нас молодые не было возможности чтобы они оставались детьми поэтому я сразу рассматриваю какие еще есть варианты чтобы можно было зарабатывать так получилась что открыла детский центр ну наверное это вот прям такое моё было направление все было достаточно легко и просто вот это все создавалось прям на волне и расширялась до 12 филиалов в этом направлении была лучшим предпринимателем своей республики кроме этого всегда была открыта новым возможностям потому что понимала что наша задача быть гибкими и один источник доходов это нестабильно даже детский центр как оказалось мне потом пришлось закрыть по разным причинам и хорошо что в тот момент у меня были еще интернет-магазины в этом же направлении была куратором по интернет-магазинам и как раз именно здесь мне пришло предложение сотрудничество с компаниями арифлейм на тот момент реально у меня было очень много проектов но когда ко мне поступило предложение что найдете ли вы 2-3 часа времени для сотрудничества как раз с арифлейм меня это заинтересовало закрытое было приглашение то есть арифлейм я уже уже узнала на презентации и если честно многие говорят что я слышала арифлейм ко мне там допустим в день поступает 10 предложений конечно же я тоже ко мне поступали предложения но мы слушаем информацию но не слышим возможностей а на тот момент когда у нас либо все устроено либо мы не в поиске мы не можем слышать все возможности поэтому сегодня моя задача тоже рассказать о возможностях и если у вас сейчас есть какая-то вот потребность если вы реально в поиске наверняка для себя вы что-то тоже услышите именно ваше своем так наверняка многие уже знают что есть несколько источников финансирования самая распространенная 80 процентов находится именно в этой категории эта категория рабочих это когда не просто так мы учимся в школе не просто так мы учимся в институте естественно есть какая-то цель сегодня разберу на примере даже ну вот учитель да самое понятное и доступно чтобы стать учителем надо закончить институт просто так с 18 лет не возьмут не возьмут на эту должность нужно образование нужны определенные знания и конечно же если вот так вот прям с нуля если у вас есть образование учителя чтобы даже просто стать учителем но просто представьте если вообще денег нет то есть есть ко мне вот поступают такие предложения что что вы можете порекомендовать если у меня сейчас вот реально даже на проезд нет денег просто представьте вы хотите устроиться на какую-то работу да там зарплаты не сразу не завтра вам дадут а у вас даже на проезд нет денег или там на питание нет денег реально что делать если вот такие ситуации такие сейчас ситуации когда такой вот кризис это действительно есть да кроме этого поговорим о реальности какие есть возможности сейчас наше время именно рабочие рабочие вот тебя я не вижу экран вижу себя не вижу надеюсь я не пропала если я пропаду пишите пожалуйста так вот представьте сейчас насколько цены увеличились да вы видите доллар упал евро упала а цены не падают и поэтому чтобы сейчас жить продолжать так же комфортно как жили раньше наша задача увеличить свой бюджет семейный бюджет и наверняка вот на примере на примере учителя если есть из присутствующих учителя напишите повысили ли вам зарплату за последние два месяца потому что цены увеличили а повысили ли вашу зарплату наверняка нет и если повысили то не на тот процент на какой увеличил на какой увеличились именно цены наши да некоторые цены увеличились на 50 процентов некоторые цены увеличились на 200 процентов а если и повысили бюджет так скажем в основном это 10-15 процентов а то и совершенно повышение нет поэтому если вот сейчас на данном этапе выбирать казалось бы я бы сказал в кавычках стабильный рабочий вариант то точно ли это выгодно вы решаете да потом просто вот даже сядьте и посчитайте те цели какие вам нужны да вы просто не просто же вы учителись на какую-то профессию наверняка вы хотите что-то для себя приобрести как минимум квартиру до машину сколько это будет стоить и вот представьте вот средняя у нас зарплата в нашем регионе я сама из чуваши чебоксары но в чебоксарск у нас средняя зарплата сейчас 20 тысяч рублей и вот представьте за 30 лет деятельности можно заработать всего 7 миллионов рублей если более высокооплачиваемая работа да можно заработать 18 миллионов рублей но это если только вашу запустим зарплату откладывать ничего не есть ли есть на проживать на другую зарплату то можно накопить такую сумму сами понимаете что из этой суммы вы будете платить и коммунальные платежи может быть ипотеку еще что-то там и точно ли та стабильная работа она даст вам те возможности покроет те цели которые у вас поставлены поэтому прежде чем отправляясь именно на работу вы посчитайте что вам дает эта зарплата следующие люди которые хотят чуть чуть побольше до дохода это если на примере учителя это предпринимательство это репетиторы да сейчас очень много репетиторов они востребованы потому что не то что работают только с отстающими детьми сейчас многие занимаются своими детьми чтобы они были лучшими в каком-то направлении то есть допустим если надо поступать на какой-то там технический отдел информационная информатика то естественно берут репетиторов чтобы не потянуть а быть лучше по этому направлению и конечно же учитель может либо подзарабатывать репетиторством либо полностью работать в этом направлении с одной стороны хорошо что действительно нет начальника сам себе предоставлен но здесь работает такое правило что пока вы работаете вы зарабатываете если вы либо в лучшем случае уехали в отпуск то естественно в отпуске пока вы не ведете вот эти все дисциплины вам никто ничто не заплатит если вы там заболели да то естественно то же самое пока если вы не работаете вам никто за это тоже не заплатит поэтому очень часто бывает такое что люди хотят больше зарабатывать переходят в этот так скажем отсек и возвращаются обратно к рабочим потому что там вы пришли там допустим с 8 до 5 отработали и выполнили свои обязанности и вам заплатили нет никаких головных болей потому что предприниматель он отвечает за все потому что предприниматель это может быть и здесь же кто реснички делает кто ноготочки делает да кто-то официально работает кто-то на дому работает это тоже вот здесь в этом направлении есть свои риски есть свои плюсы конечно поэтому каждый выбирает быть в этом отделе или нет третье направление это бизнес и смотрите во первых даже просто вот сейчас вот просто представьте вот сейчас открыть какое-то дело многие если кого спросишь вот что ты хочешь открыть самое простое что приходит на ум это купить одежду и ее перепродавать ну вот реально с кем общаюсь многие такие ой да я лучше буду покупать одежду и перепродавать то есть это самое такое что приходит на ум потому что реально какую-то такую уникальную нишу занять что-то такое придумать это надо проанализировать это надо посмотреть и сейчас как никогда есть конечно же риски потому что мы не знаем то что было востребовано вчера будет ли оно востребовано сегодня завтра потому что видите как все нестабильно в наше время есть конечно франчайзинг что тоже в принципе риски оставляет потому что все что работает допустим больших городах там будет в петербурге работать или там в москве не будет допустим работать в нашем небольшом городе вот ново-чебоксарске на себе проверила есть а третье направление это млм направление что удивительно млм направление оно очень востребовано именно в кризисное время не знаю почему но вот именно в кризисные времена видно все решают попробовать наконец-то млм и здесь показывают действительно плюс об этом тоже поговорим четвертое направление это инвестиции здесь также если вы допустим не супер инвестор да в этом не разбираетесь то сейчас не самое лучшее время начинать потому что все нестабильно все вот крутится вертится и сейчас не самое лучшее время инвестировать если вы конечно в этом здесь уже разбираетесь то конечно рисков здесь нет и есть левая сторона есть правая сторона в чем разница в первой стороне очень часто не бывает денег но если где-то там предприниматель еще как-то получается и что очень важно нет времени потому что я очень часто кого мы приглашаем сотрудничеству компас компания рефлейм самое первое что говорят почему не могут начать сотрудничество с нами это то что нет времени но как я говорю что если у вас нет времени это именно тот повод чтобы здесь начать развиваться потому что в первой категории второй категории у вас никогда не будет времени чем отличается сразу Отмечу предприниматель от бизнеса. Бизнес – это такая система настроенная, где у вас уже самодостаточные работают структуры. Как, допустим, у меня было. У меня был детский центр, 12 филиалов. Там каждый филиал, он работал уже сам на себя. То есть я открывала сначала один филиал, потом второй, потом третий, и они все были запущены по готовому алгоритму. И я могла спокойно, куда хочу уехать, и я знала, что у меня девочки работают по готовой системе, по готовой программе, и я была полностью спокойна. Предприниматель – это когда я начинала открывать детские центры. Я сама работала в этих филиалах, и если бы я ушла, то, естественно, предпринимательство закрылось. Вот чем отличается бизнес от предпринимательства, если коротко. Какой квадрант денежного потока ты выбираешь? Пишите. Интересно, где вы себя увидели? Пишите, что вы хотите, и можно написать через черточку, где вы сейчас находитесь. Очень многие находятся в первом, и это нормально, потому что многие задумываются, что там, где я сейчас нахожусь, на обычной работе, через 5 лет, через 10 лет ничего не изменится. Поэтому очень многие хотят перебраться туда, где можно достойно зарабатывать. Пишите, пишите, чтобы была обратная связь. И теперь я коротко пробегусь по этому же квадранту именно со стороны, как компания Reflame здесь помещается в этих квадрантах. Представляете, когда мы общаемся с людьми, многие говорят, я слышу о компании Reflame. Но даже о Reflame многие не задумываются, что и в Reflame можно быть сотрудником, можно быть рабочим и иметь ряд минусов из этой категории. То есть есть, кто создают рекламу для компании Reflame, создают акции, маркетологи. Они находятся именно в первой категории. И там, конечно же, тоже нужны навыки, не будет личного времени. Это такая же работа. И в Reflame есть такая категория рабочих. Вторая категория – это предприниматель. Здесь тоже можно быть предпринимателем. Это организатор совместных покупок. Это админ бьюти-чата. Сейчас это очень популярно. То есть если вы хотите, вот как раз, если вам нужны деньги вот здесь и сейчас, сегодня, допустим, действительно, вам не хватает на проезд, то это второй вариант – организатор совместных покупок. С первых же минут у вас есть 20% скидка на ассортимент. И вы можете заработать. Как раз у вас что-то заказали, и вот эту 20% разницу вы можете заработать. Сколько вы заработаете, зависит от вас, сколько вы действий сделаете. Именно здесь организатор совместных покупок пока работает, зарабатывает. Но это здесь деньги, которые можно посчитать уже сейчас. И такой вариант сотрудничества здесь в компании есть. Третье направление – это бизнес-направление. Как здесь это развито? Задача – создать директорские структуры, которые будут самодостаточные. Вы единожды проводите работу. То есть сначала сами научились, стали директором, да, потом научили. В зависимости от того, какой доход вы хотите. Допустим, если хотите доход 50 тысяч, 60. Две структуры директорские сделали. Эти директорские структуры будут самодостаточные. И вы будете, можете уехать на месяц, на два, да, из любой точки мира работать, продолжать, обучать. И у вас будет доход. Есть инвестиции. Это очень интересная вещь. Вот именно когда я узнала, что здесь есть такая возможность, я стала разбираться более подробно. И вот реальный сайт такой прошел, наверное, после пятой презентации. Вот реально прям вот откуда здесь деньги берутся. И я сегодня тоже покажу. Есть такой у меня тоже слайд. Итак, сама система очень простая, доступная. Я думаю, что многие это уже понимают. Если раньше онлайн-покупки были какие-то сложные, непонятные, то сейчас так или иначе люди с этим сталкиваются. То, что мы покупаем в обычном магазине, конечно, да, мы любим потрогать, пощупать. Но за то, чтобы потрогать и пощупать, мы иногда переплачиваем до тысячи процентов. До тысячи процентов. Почему? Потому что, чтобы этот продукт попал на прилавок, надо мелкому предпринимателю, который непосредственно в магазине представлен, ему надо сначала закупиться тоже у мелкого предпринимателя, потом у среднего оптовика и у крупного оптовика. Потому что очень часто, если какая-то маленькая торговая точка, то, естественно, не надо скупать целые склады, и просто не каждый предприниматель может так стартовать. Ну, сами знаете, что на обычных прилавках, вот где в магазинах точки есть, представлены, так скажем, мелкие предприниматели. И здесь я также бы хотела отметить, есть риск, особенно сейчас, когда многие европейские компании ушли с рынка, что очень может быть, чем длиннее цепочка, эта цепочка может оборваться. И очень может быть, что вы купите далеко не продукт с оригинального завода, а с какого-то подвального производства. Поэтому в традиционной схеме есть также риски. И схема продвижения товара через интернет. Абсолютно каждый, у кого есть доступ в личный кабинет, может получить продукт непосредственно с завода, напрямую. Прямые представители, дистрибьюторы, как ни назови, это как раз те, кто может купить непосредственно с завода. И у нас как раз кто оформляет личный кабинет, он точно может знать, что его продукт идет с завода. И мы точно знаем, что подделок нет, потому что продукт идет с завода. И каждый продукт у нас запечатан. И даже на заводе, если эта запечатка сломана, этот продукт считается бракованным, и его уже отделяют именно к забракованным. Это реально очень круто. Есть возможность получать качественный продукт. Все ли понятно? Хочу спросить. Слушайте, слышно меня? Не пропала ли я? Поставьте плюсики. Живы вы у меня там. Так. А почему быть выгодно умным покупателем? То есть, если вы новичок, только-только пришли и думаете, о боже мой, как здесь все сложно. Вы даже просто покупая продукт непосредственно с завода, вы видите то, что вы покупаете качественный продукт. Это уже выгодно. Правильно? Если вы покупаете еще с 20% скидкой, просто посидите и посчитайте, какая ваша выгода. В среднем, даже оказывается, сейчас уже покупают не на 1000 рублей, а на 3,5. Уже посчитали, пересчитали, что семья уже покупает не на 1000 рублей, а на 3 где-то 1000. Но если даже на 1000, ваша выгода составляет 200 рублей. В год вы уже сэкономили 2400. А представляете, вы продолжаете мыться 50 лет, вы сэкономите 120 тысяч рублей, это как минимум. То есть, вы покупаете, ну что можно купить на 1000 рублей? Шампунь, кондиционер, зубную пасту, зубную щетку. Наверное, где-то так, да? Наверняка каждый месяц что-то допокупает. Потому что если особенно у вас семья большая, то наверняка покупаете, конечно, на большую сумму. Так. Умным покупателям. Так вот, если на 1000 рублей вы тратите на мытье, то есть год мылись, вы уже потратили 12 тысяч рублей. Если хотим, я думаю, что многие, да, 50 лет хотим мыться, то это 600 тысяч рублей. И вот просто посчитайте. Даже пока вы находитесь на уровне покупателей, вы эти 600 тысяч так или иначе куда-то относите. Либо в перекресток, либо в метро, либо там лента, либо магнит. Куда-то вы эти деньги относите. А может быть, пока вы думаете, пока вы разбираетесь, эти деньги вкладывайте в свой бизнес. Быть может не сейчас, быть может быть когда-нибудь потом. Вы увидите возможности сотрудничества с компанией Replay. И эти 600 тысяч вы вкладываете в свой бизнес. Задумывались ли вы об этом когда-нибудь? Теперь посмотрим, давайте, умный предприниматель. Если вы все-таки считаете, что здесь есть возможность заработать, и вы начинаете разбираться. И если даже у вас будет доход 20 тысяч рублей, ну это где-то менеджер 18%, да, пусть будет старший менеджер. Здесь еще вот написала 17 выплат, но я думаю в этом году компания также сделает 18 каталогов, как в прошлом году, то тогда будет 6 выплат в году, на 6 выплат больше, чем на любой другой наемной работе. Потому что там 12 зарплат, и когда 13 зарплата, все так радуются, а вы представляете, здесь 18 выплат в году. И тогда ваша выгода составит, 6 умножаем на 20, 120 тысяч рублей. Вы просто представьте, что если вы даже выйдете на минималку здесь, самая такая минималочка, ваша выгода за год составит 120 тысяч рублей. Мне кажется, это очень-очень наглядно. Так вот, сейчас мы давайте с вами разберем, в чем смысл бизнеса, что нужно делать, откуда берутся деньги, кто будет помогать в развитии, что будет в результате. Первый уровень – директор интернет-магазина, да, директор филиала. Директор – это тот, кто уже начинает понимать, как эту структуру строить, и что надо делать. Здесь доход в среднем, мы пишем 30 тысяч рублей. Зависит от созданной структуры. 30, 40, 50 тысяч рублей все может получать директор. Здесь премия, еще старую указала, сейчас премия 150 тысяч рублей. Несмотря на кризис, компания увеличила премии, то есть, видите, была 100 тысяч рублей, а с нового года премия 150 тысяч рублей. Представляете? И, кроме этого, здесь, то есть, у вас доход и премия 150 тысяч рублей. Как это делается? Здесь я рисовала, оставила, чтобы не рисовать. Надеюсь, будет понятно. Если непонятно, переспросите. Смотрите. Начнем вот с цифры. Видно, не видно у меня мышечка. Вот чтобы выйти на доход 30 тысяч, наша задача – создать товарооборот 300 тысяч. Мы в среднем берем, что компания платит 10%. В среднем. То есть, это округленная такая цифра. Она разная. Надо будет изучить маркетинг-план. Но мы берем для простоты расчетов 10%. Соответственно, 300 тысяч вы создали, вам выплатили 30 тысяч рублей. И вот в среднем, я вам показывала, что просто даже покупают товары первой необходимости на 1 тысячу рублей. Соответственно, если 300 человек, это и есть вот эти 300 тысяч. Это если у вас в структуре будут только-только покупатели. Но в основном у нас мы говорим, что мы организуем структуру как покупателей, так и партнеров. Будут те, кто будет заниматься совместными покупками, будут те, кто будет хотеть выйти на директора. И в среднем директорская структура – это где-то 120 человек. И вот теперь давайте посмотрим, что надо сделать, чтобы выйти, создать и пригласить столько человек. Потому что очень часто первое, почему многие говорят из новых партнеров, что это не мое, потому что откуда я возьму 120 человек. И мы здесь говорим, вот вы в центре, вы пришли. Вот наверняка в вашем окружении есть три человека, которым в этой жизни что-то надо. Либо они хотят быть красивыми, либо они хотят быть здоровыми, либо они хотят просто зарабатывать. Мы приглашаем абсолютно всех. И вот один человек пришел и пригласил троих. Для устойчивости системы здесь используются четыре поколения. Что это значит? То, что вы умеете научиться на четыре поколения вниз. То есть я умею, что я умею делать? Пришла на презентацию, умею послушать презентацию. Отлично. Научи троих людей, которых ты пригласил, чтобы они также вместе с тобой пришли и послушали презентацию. Я пригласила троих человек. Я могу научить своих троих человек пригласить также по трое человек. Научи. Тогда трое пришли, они пригласят также троих, это уже будет девять человек. Также здесь наша задача не просто перепись населения. Наша задача познакомиться с продуктом. Потому что именно в продукте, именно в продукте наша выгода. Какая выгода? С первых же минут у нас 20% скидка. И кроме этого я сейчас покажу, какие еще проценты заложены в продукте. И в общей сложности по маркетинг-плану будете изучать, наша выгода в продукте будет около 58%. И, соответственно, выгодно мне покупать в своем магазине, если у меня крупный, просто я крупный оптовик. Мне выгодно. И моя задача донести эту выгоду как минимум троим, которым я пригласила. И они также пригласили троих и рассказали, как приглашать и какая выгода от покупок как раз нашего товара. Девять человек пригласят также троих, это уже 27. 27 пригласили также троих, это уже 81. Итого у нас 120 человек. Что вы сделали? Вы сами разобрались и научили троих человек, тому же, что вы сами знаете. И те повторили эти же действия. И в результате получается директорская структура. С каким темпом вы будете искать людей, с каким темпом вы будете объяснять, это вы сами решаете. Но здесь еще есть волшебство цифр. Если вы пригласили троих, может быть, пока они разбираются, пока они обучаются, вы еще можете пригласить троих. И вы пригласили всего на три больше, и каждый из вас пригласил тоже не трое, а шестерых. Да, шестеро пригласили шестерых, это 36. И в результате получается у вас полторы тысячи, представляете? А это уже доход примерно 200 тысяч рублей. С каким темпом вы будете приглашать, что вы будете делать, это только вы сами решаете. И вот представьте, вот первого человека, которого вы пригласили, или даже вы пока приглашали, вот эта структура вам создала товарооборот 300 тысяч. Вы становитесь директором и получаете первую премию от компании 150 тысяч рублей. Здорово. То есть вы разобрались, вы начали действовать. Теперь научите одного партнера всему тому, что вы умеете. И когда ваш первый партнер становится директором, вы становитесь старшим директором и получаете премию 225 тысяч рублей. Ваш второй человек, да, тоже разобрался, стал директором, потому что он увидел, что вы зарабатываете реальные деньги. И он тоже это хочет. И тогда вы уже получаете премию 300 тысяч рублей. За третьего директора вы получаете премию 450. За четверых директоров вы получаете 600. За шестерых 900. Представляете? То есть сложите эту сумму и вы реально с нуля можете настолько увеличить свой семейный бюджет. Пишите, сколько директоров, сколько партнеров готовы пригласить и вырастить их до директора, обучая и сопровождая. Пишите. И теперь давайте посмотрим, какие выгоды. Здесь я считаю еще выгоды премии по старым расчетам. Но здесь, на той страничке, вы видели, здесь доход 200 тысяч и прибавляете там 150, 225, 300, 450, 600. Сколько в результате получится, да. Это выгоды бриллиантового директора. Теперь, смотрите, поговорю буквально пару слов, не пугая цифрами, какие здесь есть возможности и как компания платит, если вы становитесь здесь инвестором. Вот только представьте, вы одного человека вот в этой первой линии, вот первого голубенького такого человечка научили, он стал у вас директором. У него директорская структура. С его структуры, да, он сам получает доход, доход в среднем 30, 40, 50 тысяч рублей в зависимости от созданного товара оборота. Он получил премию 150 тысяч рублей, а вы с этой структуры будете пожизненно получать 5%. То есть первый бонус 5% вы получаете. Вторая линия, вот видите, там тоже стали директорами, разобрались, что надо делать и тоже стали директорами. Это золотой бонус. И с этой структуры вы будете получать 2% тоже пожизненно. Третья с Апфировой 0,5% вы тоже это будете получать. Вот просто представьте, быть может вы уже даже в третьей линии людей, директоров этих знать не будете, но так как вы качественно обучали первого партнера, второго партнера и те партнеры повторили те же действия и получился третий, четвертый в глубине директора. Вы за них будете пожизненно получать эти бонусы. Вот именно здесь, вот здесь большие деньги. Поэтому, когда кто-то говорит, что я знаю, какие возможности с компанией Replay, очень часто вот именно об этих бонусах никто и не догадывается. А вы просто сядьте и посчитайте, какие тут могут быть бонусы. Поэтому, что надо делать? Сначала начните с себя, выполнять те действия, которые вас приведут к росту. Мы все с вами в команде Надежды Санниковой. Ярким примером Надя поделилась, как она стартовала, что ее спустили на то место, где она есть не сверху. Она также стартовала, как новички, которые сегодня пришли, вчера пришли. И первый доход как раз в компании Replay, 2014 год, это документально, 1318 рублей и копейки. И тут же можно увидеть за 6 лет, как увеличились доходы в тысячи раз, в тысячи раз. Поэтому, когда вы сейчас будете взвешивать, идти дальше или не идти, быть покупателем здесь или предпринимателем, или именно включаться в инвестирование, посчитайте, там, где вы находитесь, ваши доходы увеличатся в 10 раз через 6 лет или нет, или там просто вариантов нет, что не увеличится. И к вопросу, развиваться здесь или не развиваться, да, есть варианты, даже если один человек сделал такой результат, это говорит о том, что это возможно. Если даже никто бы этот результат не сделал, вы бы были первыми. И просто представьте себе вот такой чек, греет он вас, не греет, хотелось бы получить, какие бы, может быть, задачи вы бы решили, проблемы не люблю говорить, какие задачи решаемы этой суммой, стоит ли того, чтобы найти троих человек, чтобы научить их тому, что вы уже умеете. Но это вот расчет, что доход пришел. И здесь есть лестница успеха, наверное, здесь мелко, но просто переброшу, да, найдите, найдите на этой лестнице возможностей, тот доход, который будет мотивировать именно вас. То есть, если вас греет сумма 30 тысяч, это мало, повышайте планку. Как минимум, ставьте 100 тысяч, потому что цены увеличились, и уже сейчас, мне кажется, надо повышать планку как минимум 150 тысяч рублей. И поэтому посмотрите, как минимум, сколько партнеров вам надо вырастить, да. Кого что здесь мотивирует? Быть может вас не мотивирует премия, потому что вы достойно уже зарабатываете. Может быть вы уже зарабатываете 200 и 300 тысяч рублей. Приходят и такие партнеры, да. Быть может не хватает внимания, не хватает, я не знаю, что не хватает. И быть может вы хотите оказаться на сцене со звездами, просто чтобы вас поздравили, что непосредственно признание нужно. Может быть просто сидите на кухне, да, сейчас, и давно не общались с подружками, нет единомышленников, потому что вокруг только жалуются на что-то, опять жалуются, тут не так, там не так, да. Быть может вы наконец-то хотите быть теми людьми, которые смотрят вперед, а не оглядываются назад. Может быть вас это замотивирует. Может быть вы хотите реально оказаться на кресле своего автомобиля, вот прям реально кожаного, который хрустит, и просто быть, может быть водителем, может быть просто, чтобы вас везли в комфортных таких условиях, что даже вы не слышите, что там происходит за окном автомобиля, да, может быть действительно надоело чинить старый автомобиль и хотите новенький автомобиль. Программа сейчас пока временно приостановлена, но она будет действовать, и успешным лидерам выдается как раз автомобиль, именно компания сама все оплачивает. Может быть, может быть, вы хотите новых впечатлений, новых эмоций, но не путешествие эконом-классом, а реально в пятизвездочных отелях, в лучших местах мира вы хотите побыть там, где никогда не будете, например, я не знаю, мечтаете в Австралии побыть, и это вас может быть мотивирует. Может быть вы просто видите, что из-за того, что очень много появляется подделок, хотите пользоваться качественным продуктом, сертифицированным, и вы видите, сколько у нас значков, и действительно очень много фактов гордости от компании, и какие-то моменты вы даже, может быть, не знаете. У нас есть на каждый продукт сертификат, это можно все посмотреть и узнать. Итак, смотрите, каждого из вас что-то может замотивировать, может быть, просто о чем-то задумались, но еще пока не решили к активным действиям. Поэтому, ну, я здесь эту презентацию оставила, это в том числе для тех, кто еще не зарегистрирован. Если вы новый партнер, если вы зарегистрировались, в чем ваша задача? Ваша задача пригласить как минимум, сами решайте свой темп, либо двоих, либо троих, либо пятерых людей на презентацию, чтобы они услышали о возможностях. И, быть может, когда они услышат полную презентацию, они увидят или посмотрят на Reflame с другой стороны. Не со стороны продаж, а со стороны инвестиций. Или, может быть, просто со стороны путешествий. Потому что, еще раз повторюсь, каждый приходит на те возможности, которые ему нужны в текущий момент. Вот в текущий. И мы не знаем, ни за кого не решаем, кто к нам присоединится. Потому что каждый приходит на свои возможности. Поэтому, послушали сами презентацию, обязательно поделитесь этой информацией, не держите в себе это. Приглашайте людей, приглашайте людей на возможности. Так, на сегодня у меня вся информация. Если у вас есть вопросы, задавайте, спрашивайте. Если есть новички, если есть какие-то вопросы, задавайте, отвечу. на сегодняшний день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...